это прям реклама с этого сети все для инвалидов есть ощущение полетности я люблю как бы недорого но прям с душой а там то есть вот такая вот вкратце история с домофоном это вот тогда за строчек стоит и моется в моем душе и вот тут вот такой вот все операторы заняты и не верьте блогерам они все врут лепота я бы так не сказал ходе по всему придется очень много покатить то ничего не сделал прекрасное исполнение углов идут косяков больше чем живых мест виталий добрый день расскажите пожалуйста свою историю приобретения квартире в жилом комплексе солнечный город резиденции здравствуйте история таковая что купил ее в апреле с этим были тоже проблемы я несколько менеджеров поменял был ужас и с ипотечными менеджерами менеджерами таковыми дошло дело до того что генеральное начальство звонило потом приносило извинения за то что ошиблись и в ипотечных расчетах из квартиры ошиблась и долго застройщик очень не хотел показывать рассказывать что же будет все-таки здесь оказывается здесь будут и честные вот он это не хотел очистные сооружения вот здесь у нас да прямо у окна но вот подарок под окном и в кудрово все довольны были садом что-то лучшие отделки в солнечном городе отделка по сравнению с резиденцией лакшери ну что вот это это если там комфортный знаю плюс то здесь эконом минус у каждого строящегося объект должен быть паспорта объекта и солнечный город резиденции не исключение обратите внимание что начало строительства октябрь девятнадцатого года и планируемый срок окончания строительства второй квартал 2023 первого года второй квартал это шестой месяц а сдали в одиннадцатом месяце сдали позже сдали позже что для светла в принципе нонсенс потому что я брал с тем за делом как не играли менеджера что мы все сдаем раньше переезжал в первый корпус и смотрел как сделаны но по отделке просто не был я был трепет я хотел собственную первая квартира посмотреть как это когда я приехал с братом море накупил самый дешевый артодом самую дешевую квартиру он зашел в вид а это человек вообще самый самый эконом вариант что то есть ощущение было что я зашел в какую-то коммунальное общежитие больницу подвал вот мог и сделанные крайне кошмарно вот цифру повесили неужели зеркала пока нет вот соответственно плафон наполню парендерную трубу за игры классные светильники ну я об этом уже тоже снимал смотришь если тоже смотреть да вот видно вот 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 снимайте вот здесь вот затирочка уровень затирки вот это вот 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 ржавчина вот это вся калина вот смотрите вот это новый лифт новый он проржавевший весь не по рендеру светильники и самое мое любимое это можно вот отсюда крупным снять это паркур зона для инвалидов то есть это такое как у меня брат сказал это гриф party то есть мы тусуемся инвалиды тусуются и потом когда им надо съехать что они делают они перепрыгивают с легкостью вот это вот заграждение а почему инвалиды потому что вот до вызов инвалидов да здесь должен быть подъемник они парку паркуруются вот сюда и с легкостью уезжает вот этот весь хардкор и так и так проржавевшие просто до ужаса уровень уголка по отношению к плитке я думаю все должны знать как это делается здесь сделано ниже кривее еще есть ну да это бросается в глазу это сразу бросается это лицо застройщик то есть сэтл никогда в жизни так дома не сдал даже в солнечном городе даже в кудрово не сдавал так дома так хорошо вот примеру у меня есть ребенок есть коляска как мне на лифте подняться на первый этаж никак это антидемографический дом солнечный город резиденции это малоэтажный уютный квартал в красносельском районе петербурга спроектированный в лучших европейских традициях здесь создано современное комфортное пространство для жизни это прям реклама сэтл сити все для инвалидов вот тот кто у меня жил немножко не получит немножечко такого трещинка по всему со стежа свежие видно заделывали вот это снимите до трещина почему дом классно а потому что все вот гипсокартон обычно стена нарушены технологии все это главный вход вот здесь он должен быть светильником мне вот этот рассказал представители спроцентра что поменяют ящики я помню должны быть в дереве ждать не ошибаюсь до почтовые ящики в дереве вот это просто вот огонь они просто налетили вот так вот и да и суд это это вы видите общее впечатление но и вот ну вот это вот но у комнат а это колясочная метр на метр с прекрасными коммуникациями снимите вот это крупно вот это прямо у меня ощущение что реально вот советском старом панельники которые при этом мы не придирая здесь первый раз вообще вот в этих помещениях я просто вот захожу и сразу вижу покупатель как гость дома смотрите какая трещина офигеть у меня кривой этот самый ключ пролезет и до ключ пролазит а там пена миллиметр 4 а там еще больше тут еще больше то есть странный вызов давайте проверим все операторы заняты ваш звонок будет очень важно для нас не работает делаю это двумя пальчиками какой приятный звук да прекрасно вита винтажно-ржавом исполнении для поклонников коррозии металла поэтому можно вечно ходить и смотреть мы как я писал про это они за к здесь были вот 5 сантиметровые практически сколы я писал про это и снимал а не после этого заклеили да 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 вот так было по супер но самое главное начинается вот с момента акта приема передачи мне опять же никто не звонил позвонил я сам попросился приехать посмотреть квартиру мне сказали какие приезжали я приехал после этой долгой всей волокиты у нас привел прораб электромастер не знаем сотрудник в общем в квартиру я ужаснулся то есть вот это мусор который сейчас здесь и здесь уже 25 раз и прибирался это был просто это была жесть и вот этот бетон он не отмывается когда его отмываешь он все царапает то есть квартира была просто сырая сделано на тяп-ляп у меня были определенные замечания на которую мне в такой панибратской форме вначале скале да все сделай один начинал ножом царапать покрытие краской приходит правду ты чё делаешь не надо ножом просто и 3 там стирайте какой он все равно берет нож и фигачит я уже сказал все гуляет а кончик это вообще супер то есть он не поцарапал все окна соответственно вот я просил заменить вот эти вот штапики от которых дует даже даже сейчас на самом деле холодок идет он залил вот эти все просто не состыковки народа на сантиметр общей сложности он не стал штабиками просто залив чем-то герметиком не знаю тебя то есть вот это все заляпано он это делал ножом из-за чего тут поцарапалось можно посмотреть берут грязную тряпку и клей размазывают по белым обоям потом эту грязь уже не убрать ламинат тоже был весь помогли помимо того что у него несколько волн он прям очень косой он еще и с царапинами обои можно красиво снять вот вот так вот исполненные обои я попросил это все затереть хотя бы краской а это уже следствие жизнедеятельности вот этих вот гастролеров гастрабайтеров прожгли бычком да тут бычки везде были весь них стоял электрический казан плитка я не знаю что такое и соответственно весь их вот этот вот кулинарный поединок выливался мне на обои вот царапины на ламинате вот видите вот это вот все здесь с этой стороны нет уже понимаю что вы подмывали здесь да я отмывал здесь целом и чтобы отмывал инженер вам позвонит и при вашем присутствии если вам нужно при заполнении официально как я лучше сказал бумаги придет в вашем присутствии это все исправит кстати в санузел пойдем там вообще бомба там короба вот такие у меня основной это был при основная претензия была даже не по ламинату и по обоим это ерунда а вот по окну потому что она весь огромный она продувает все и по коробу еще ехал по дороге и вижу не свет горит в моей квартире вам на ночь глядя у собственный в личной квартире горит свет я захожу значит и смотрю такую историю лежит парень так сейчас подождите в открытие открывается своими ключами дверь я с я нет я не открываю я просто смотрю дверь настя шагу как будто открыто свет горит я захожу знать в общем я пришелся свою квартиру которая уже сдана и вот тут вот такой вот творится вот такое я тащи как понимать а из сортирует еще сделали из моего это меня не было пока им дал блин кто-то ключ и вот такой треш тут творится они моются в моем душе как инженера как зовут который ключ от меня показали инженера как зовут имя фамилия у него какая подожди имя фамилия инженера какая который дал ключи а то есть просто вообще открытая квартира не знаю я точно не знаю мне сказал так вот так надо почистить эту лестницу а вы же лестнице то причем не про квартиру свою 81 квартира 4 этаж 194 дом корпус 1 2 до 4 этаж 81 квартира кто так делать вот мы сейчас зашли с тобой вот на этаж чья-то квартира пустует тут опять будут жить я их отсюда отсюда уже выгнал я что же все нормально при чем здесь это они не помыли они проникают в чужую квартиру непонятно кто им дал ключ будем разбираться будем разбираться кто им дал ключ на каком основании они тут устроили общежитие будем разбираться кто кто прораб кто дал ключи почему без меня это все мне никто не позвонил и так далее и так далее все очень куча замечаний мне уже поправляли сто раз вот 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 кто это сделал я пришел все все засрана кто это не надо ногтями ничего беречь вот после этого я решил сходить в управляющую компанию найти охрану никого и не нашел ни до кого и не дозвонился соответственно хотя время было 7 по 8 вечер не не управляйте не охраны никого не было менеджеры не отвечают управляющих тоже нет ну то есть никто не отвечать на телефоны не физически все отсутствует и я решил звонить участковому позвонил участковому приехал участковый 42 42 отдела полиции потому что регистрируют женья скажи мне номер курс по по ветеранству 24 ну ветераны так же то есть это номер qsp по моему вот сегодняшнюю связи с эталончик именно по заявлению по написанному то есть то есть отслеживать я могу поэтому кое-что да что что мне чтобы это все на самоке протоколировали я получил из его уст номер qsp и соответственно вот сейчас на данный момент мне никто не звонил не полиция не светл один только раз не был звонок от непонятного какого-то честно грехомоватого молодого человека который мне сказал давай все как он сказал без пыли и шума не придавая социальной огласки типа все решим все решим здесь существует как минимум две проблемы совершенно пара параллельных это первая проблема с застройщиком почему он сдает вообще все квартиры в таком недоделанном состоянии я уже не говорю про мопы соответственно все почему вот такая история происходит и к управляющей компании которая соответственно владеет ключами кто дал кто вообще вскрыл все эти квартиры они были настежь открыты и кто запустил сюда вот этих вот гастролеров так вы не скажете кто за это все отвечать будет теперь не в другую квартиру пришли 81 сегодня нас какое число сегодня у нас 11 число по моему 12 12 декабря 12 декабря квартира у меня уже сдана она оформляется в собственность ключи мне все выдали но судя по всему не все и оставили их кому-то непонятным который вот так квартиры селятся и живут и здесь устраивают свой быт вот они выходят теперь другой квартире живут 81 вот так у вас 81 квартире живут вот эти даджики или кто они цыгане я не знаю не суть и у меня также была дверь нас есть открыта когда я пришел сейчас они также дверь и настежь оставят 81 квартире поэтому мне никто по этому поводу не звонил но вот некоторые люди в чате которые писали мне что были в управляющей компании понимали этот вопрос цитирую их они сказали что управляющая компания сказала его проблему пусть обращается в суд ничего не докажет здравствуйте а можно коммунити обратиться по поводу вот ситуации которая произошла в 83 квартире в моей где по уже по приемке ключей через несколько дней жили гастарбайтеры но почти так и было здравствуйте а нам с начальством можно пообщаться нам управляющий нужно здравствуйте а вы управляющий можно пообщаться мы по поводу инцидента который произошел в резиденции у нас ключи нету мы ключи получаем от квартиры только тогда когда человек записывается к нам на приемку ключей вот вы записались на приемку и мы утром этого дня заказываем ключи а как вы тогда можете прокомментировать что там находились напоминаю вот вы сейчас познакомились но не предупредили что вы видите сил а вы предупредили что что ведете сена при входе написано в же организации в это обязанности но вот мы уже предупредили вот такие а теперь вы в курсе мы не организации но а какая разница большая не организации должны были предупредить вот я вам ответил на вопрос что ключи мы получаем утром перед тем как вы придете но в течение дня получаются ключи все и гуси не дается вам они сказали что якобы клининг что это якобы клининг даже вот смотрите есть вот здесь вот их координаты здесь и в санузле на клеера зачем-то горка клининг некий и в санузле это все ноги ноги кстати вот это вот я как понял ноги она мне позвонила когда я поднял и сказала что типа я сейчас я главное приду все объясню все разрую что называется это тоже есть на видео когда она зашла она была очень бойкая когда я включил камеру и сказал что я сейчас буду все фиксировать она отвернула лицо и сразу быстренько убежала вместе со всеми своими вы поселили у них стоят я все на видео записала сейчас пишу как вас зовут во первых представьтесь кто вы я не знаю вас не представляется я не понимаю кто эти люди карандаши не убрали крупняком снимать вот здесь тепло колхоз вот этот вот весь вот это просто жесть да и вот этого они даже карандаши не стерли клей какой-то вот эти стыки криво это вообще жесть они визуально даже где-то приклеены где-то на короб этот бомжатский это вообще хрен хрен откроешь хрен то есть как у вас рост какой метр восемьдесят медами трошки стадины то есть обычно нормально такую здоровый мужчину вот здесь реально место очень мало еще тогда отметь да тут мыться кстати я не стоял удобно я не стоял заходил локтями будешь постоянно бить его давал сюда об эту конструкцию да я не знаю почему они не сделали да у меня опять живут гриву вы же у меня он квадратный и душевой и большой дом комфортный потолки офигенно сделано смотрите вот потолок датяжной вообще не придраться в потолке хорошо затирка сделал что матов да вот вот грим плитку всегда не делали хорошо потому что здесь кто-то делает из нормальных здесь вот и вот 1 1 здесь 1 на герметик или частично здесь приклеили тут как бы на камеру будет или нет но видно что-то попало под обои вот здесь попало так а с домофоном это вот тогда за строчек да тут еще паспорта на всех этажах попутаны и нумерация сказал нумерация попутанно мне электрик приходил говорил и паспорта кстати выдали инструкцию по эксплуатации квартиры да у вас квартиры в ипотеку да на сколько лет 20 20 лет срок расчетный срок службы объекта долевого строительства не менее 50 лет значит дальше едем вот сейчас извиняюсь допущешь вот это перепад здесь куда здесь есть это вот это самое что что-то лежало здесь и просто это это самым солнцем минимальное что меня может вот криво сусти но они как дешевый самый дешевый глазки цена замков 300 рублей здесь решетки нет то есть вот смотрите я открываю дверь я что-то выношу человек идет с коляской он не пройдет да вот этот уровень как они вот можно отсюда снять тут видно да что в одну вот прям отсюда снимите что эти потолки так не монтируется вот прям они просто такие ну давай типа на глазок сделаем маленький лифт и кстати столешницу если заказывать вот здесь я кстати тоже отмечал что если бы этот лифт был бы не вот так а вот так да соответственно было бы намного комфортнее и мебель затаскивать и длинномерные предметы до к вам просьба закрыть дверь и поставить ее на заглушку чтобы охар проветривание вот это возможно сделать конечно возможно и если этого не делать ставлю и неудобно и во-первых это физически невозможно во-вторых если это делает то это надо вот ну вот надо как туда потом это его у вас получилось но мы вообще не то есть вот такая вот вкратце история пока что ничего не решилась все молчат полиция молчит застройщик молчит управляющая компания тем более молчит квартиру на это же это куда важнее согласен 14 квартир это перебор и считаю сейчас мы заходим входная группа обычная солнечный город правильно да вот это называется эконом класс а там типа у нас комфорт бизнес слайд комфорт плюс кто как не называл из менеджеров тем не менее как минимум комфорт смотрите аккуратно красивенько красивенько реально есть тамбур в отличие вот резидент дизайнерские зеркала все дела видите как ландшафт он переходит в потолок просто обалденно лифтовая группа конечно большая но понятно что и думаете сколько места места вместо много в наших общежитиях этих резидентских коляса сколько уже дома здесь колясочные намного прикольней она еще и да во первых она цветная окрашенные стены в цвет и смотрится ведь намного веселее чем там и она закрывается она закрыта я думаю там ключи выдадут тоже сейчас смотрите какие-то матовенькие приятные да да прикольно стекло вот этот пакет захожу прям как хотя до этого все говорили что солнечный город люди по ней резиденции будут а это потолки какие высокие ну то есть вообще все полумуз они давят вот я прихожу у меня ощущение что какой-то больницу внутренним фу а здесь я прихожу я наоборот то есть здесь как бы недорого но прям с душой а там типа должно быть дорого но там плохо и короче кошмар 12 это смотрите как интерес есть указатель этажа так это у нас здесь тоже самое но ничего не болтается заметьте нет вот этой у лифта курилки непонятный да но зато есть приходный балкон ну пожалуйста тут ну тут и господи курят и курят закрыли никому не мешает никому не мешай а там это будет жесть вот интересно посмотреть что здесь с квартирным коридором но здесь приятно за счет того что смотрите расстояние вот самое-то главное вот у нас там метр у меня вот так руки даже не помещаются в линии дальше подойти то что вот здесь угол ну-ка вот сюда если надо было были мне рулет но здесь по ощущениям что больше да больше что шеверов на 25 что шире чем там даст то есть и вот сантиметров 25-30 вот видите вот выходит человек двери не мешает никому расстояние метра три просто вот из 2 с половиной но здесь вот эти да то что с инженера сказал что да в пройти не предусмотрен просто последних резиденций хочется повышать сочувствование мне на самом деле кайф ну прикольно есть есть ощущение полетности я люблю вот мы вышли из лифта смотрите такой простор ощущение после резиденции примерно такой же когда ты вот ходил в каких-нибудь давящих ботинках или одежде а потом в конце рабочего дня пришел домой и снял и простор вот делаю это двумя пальчиками солнечный город обычный это тоже самое позорами с резиденциями простор чисто аккуратно да не дорого да там не супер выслушайте у меня ощущение вот это комфорт плюс не ну так вот да из за того что применили там и красивый цвет подобрал дизайнер сделали вот такие всякие штуки прикольные немудреные дорогие смотрите как плитка идет как будто радуга ну смотрится прикольные то есть захочешь дать из кого-то объем есть и вот это геометрия очень маленький то есть они тесные можно вот отсюда крупным снять это паркур зона для инвалидов это прям реклама с этого сети все для инвалидов классно сделано вот просто даже визуально чисто вот заходишь красиво я когда первый раз был здесь квартиру смотрел года полтора-два назад хотел покупать я прям зашел после где там жил я уже не помню вот и я захожу блин вау я прям влюбился в солнечный город а потом почитал отзывы типа в интернете не читайте отзывы в интернете не верьте блогера они все врут пик квартиру в резиденции придя в обычный солнечный город положа руку на сердце я бы поменялся с кем-нибудь если у вас есть где-нибудь здесь квартира не в дальнем солнечном городе где в миле а вот рядышком на кравченко 8 и так далее let me know if you watching this видео если вам нужен хороший дом для жизни хорошая квартира оставляйте заявки на моем сайте андрея артемов.ru не покупайте квартиры в некачественных домах покупайте хорошие качества новостройки и требуйте чтобы то что вам обещали застройщик что обещал чтобы это было реализовано друзья не забывайте пишите в комментариях какой вы хотите увидеть следующий комплекс в обзорах тот комплекс который наберет больше всего ваших комментариев тот соответственно я и покажу вот друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео и оставьте свой комментарий моя как обычно с вами не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры сделал DimaTorzok